Вы пришли в отпуск сейчас из зоны АТО. Какие у вас ощущения? Есть ли контраст внутренний между жизнью там и здесь? Контраст, конечно, колоссальный. Первые дни я, как говорится, перестраивался, что ли. Люди совсем другие, жизнерадостные, хорошо одеты. Даже взять те же машины, понимаете, куча хороших. Скажем так, дорогих машин. Одним словом можно сказать, что здесь нормальная, мирная жизнь. Большинство людей даже, может быть, не задумывается, что происходит там. И как обстоит обстановка здесь. Поэтому контраст, конечно, колоссальный. И словами его передать, конечно, невозможно. Но очень-очень разные, скажем так, уровни даже жизни людей. Когда призвали, естественно, никто не знал, что там попадем в зону АТО. Потом построили и объявили, что ребята, так и так, ваше подразделение создается, формируется для отправки в зону АТО. Когда объявили, дали время, конечно, подумать. Насильно никто туда никого не гнал. Было время, я обдумывал это решение. Я, скажем так, не один день взвешивался за и против. Многие друзья не поняли мой выбор. Семья, жена в частности, тоже, скажем так, отнеслась к этому без особого энтузиазма, без восторга. Я попросил ее, говорю, Слава, ты должна меня понять и поддержать. Она, как бы, отнеслась с пониманием ко всему этому. И на протяжении полугода, скажем так, я уехал, у меня нет. Ну, по-любому дома есть какие-то вопросы, какие-то постоянные обязанности и так далее. Тем более ребенок вся, скажем так, весь груз, то, что был на нас двоих, лег на нее одну. Она, как бы, с этим справилась, поэтому большое ей спасибо. Принял решение, да. Я просто, можно сказать, философски отнесся к этому. Воспринял это как очередной жизненный этап. И самое, скажем так, самое, что меня сподвигло к этому, это то, что... Ну, я еще тогда слабо осознавал, конечно, что происходит на Востоке. Но сейчас, когда я увидел это собственными глазами, я еще раз убедился и понял, что я сделал правильный выбор. Почему? Потому что мое решение было основано на том, чтобы не дать, скажем так, всему тому, что происходит на Востоке, и чтобы оно не пошло дальше, не развивалось дальше. Я вот даже могу фактически дословно высказать свои мысли. Мой вклад, может быть, будет песчинкой, скажем так, в том море. Но, может быть, для кого-то станет примером, может быть, кто-то посмотрит на меня и тоже примет такое решение. Вот эти песчинки просто-напросто создадут какой-то насыпь, какой-то бугор, который действительно даст отпор, скажем так, этой чуме, которая движется, в данный момент уже не движется, а, скажем так, стоит на месте. И самой большой причиной было то, чтобы что-то подобное ни в коем случае не происходило здесь, потому что, ну, на самом деле, это страшно. Я же говорю, словами не передай, там все убогое, все серое. Люди, ну, живут, скажем так, сегодняшним днем. Основная задача выжить, прокормить детей, понимаете? Ну, люди, которые там остались. Естественно, там живут люди, которые, ну, у всех разные причины. Кто-то не может выехать, кому-то некуда выехать. Все люди, которые имели возможность, недавно выехали туда. Передать словами, это невозможно, на самом деле. Все очень серо. Люди угнетенные, люди, которые изо дня в день просыпаюсь, у них одна задача прожить день, я имею в виду местных жителей, и прокормить своих детей, свою семью. У меня был случай, как бы, ну, блокпост нулевой, это, скажем так, передовая. Мама ведет ребенка в школу, это было на Пасху. Ну, там, не на саму Пасху, там, плюс-минус, пасхальную неделю, скажем так. И как раз-таки волонтеры нам привезли, ну, много Пасх у нас было и всего остального. Идет мама, сын идет в школу. Там школа, шахта Родина, есть такой населенный пункт, там, если я не ошибаюсь, до 20 детей занимаются в школе. Так, чтобы вы понимали, остальные просто все разъехались, переехали. И я пишу, ну, у нас Пасх с излишком, мы вынесли парню две Пасхи и банку сгущенки. Ребят, я вам не могу передать состояние и эмоции ребенка, который увидел банку сгущенки. Он смотрит на нее, смотрит на маму, и он не знает, что делать, когда... Я вот всегда говорю, купи, там, моему сыну, или, там, еще кому-то ребенку, который находится здесь, какую-то дорогущую игрушку. Он не так это воспримет, как и воспринял ребенок банку сгущенки, понимаете? Да, более обидно, да, более, скажем так, неприятно, что ребенок в свои, там, 7, 8, 9 лет радуется банку сгущенки, который дает ему солдат. Вы охраняете границу в Луганской области, да? Вам приходилось воевать именно против конкретных людей, да? Естественно, у нас каждый день вечером происходит так называемый боевой расчет, на котором зачитывают фамилии людей, кто куда, в какой наряд заступает. Непосредственно у нашего подразделения есть два нулевых, так, ну, нулевой пост, это, скажем так, пост непосредственно на передовой, где происходит, ну, активная фаза боевых действий. И периодически каждый из нашего подразделения попадает туда, и приходится, ну, применять оружие, отстаивать, защищать себя, потому что, ну, правила войны, как бы, выстрелять в тебя, стрелять ты, а лучше выстрелить первым. Потому что, ну, это война, самая настоящая война, как бы ее ни называли, там, антитеррористическая операция, или там, еще как бы, реальная война, просто непризнанная, скажем так. На блокпост постоянно нападают, я так понимаю, это диверсионные группы, это обстрелы? Ну, диверсионные группы начали ходить, когда, ну, начала распускаться зеленка, листва и так далее, потому что, ну, зимой, ранней весной, это очень сложно непосредственно для ДРГ. Почему? Потому что они более, скажем так, на виду, а сейчас, когда распустилась листва, все это дело, как бы, проводятся разведки, как с нашей, так и с той стороны. Вообще, вот, наш нулевой блокпост между нами и, скажем так, сепаратистами, ополченцами, кто их как называет, расстояние, там, километр, понимаете. Ну, да, таких прямых боебоестолкновений, скажем так, нет, но постоянно идут обстрелы. Обстреляли нас, мы отвечаем, потому что, если мы не будем отвечать, то они не прекращают обстрелы. С 29-го числа, вот я звонил ребятам, с 29-го числа августа принято решение и нам непосредственно, не знаю, как с той стороны, нам непосредственно отдан приказ не открывать огонь даже ответный, понимаете. Поэтому вчера общался, два дня, действительно, более или менее спокойно. Ну, спокойно как? Спокойно это, там, автоматическое оружие какое-то там, где-то какой-то снайпер, ну, таких тяжелых вооружений, там, минометов и всего остального, как бы, не применяют последние два дня. А против кого вы воюете, вы знаете? То есть, это, вот вы говорите, ополченцы, это действительно местное население, либо же это регулярная российская армия? Нет, регулярной российской армии, как по сводкам разведки, так и по сводкам, ну, и по общению с местными жителями, регулярной российской армии нет, скажем так, в открытом виде. Воюют, действительно, сепаратисты, ополченцы, которые, ну, местные жители, которые в свое время ушли на ту сторону, они вынуждены были уйти. И также, насколько мне известно, в России очень много, скажем так, пунктов вербовки людей, которые, они, может быть, бывшие военные, обычные люди, которые раньше служили в армии, ну, в основном, как бы, насколько мне известно, идут из-за денег, может быть, там, кто-то не может найти работу, кто-то еще. А тут тебе предлагают, вот, поедь, там, три месяца, допустим, вводят зарплату, там, одевают, обувают. Регулярной российской армии нет. Есть россияне, которые, скажем так, завербованы и приезжают туда. Ну, это у вас в Луганской области, потому что, вот, люди говорят в Донецкой, что они встречались непосредственно и с регулярной. Я не исключаю того, что есть инструктора регулярной российской армии, понимаете, техника, боеприпасы. Это, естественно, все поставляется оттуда. Это ни для кого не секрет. И, из собственного опыта, могу сказать, что, когда приходит очередной гум-конвой, их уже там больше 30, начинаются плотные обстрелы. Только начинают, ну, заканчивается, там, фаза, скажем так, немножко идет на убыль, соответственно, у ребят заканчиваются там боеприпасы, ждут нового гум-конвоя. Только приходит гум-конвой, опять начинается та же история. Из нашего подразделения двухсотых нет, несколько было трехсотых, легких трехсотых. Теряли друзей, ну, так, чтобы вы понимали, блокпост состоит не только наше подразделение, там стоят и танкисты, вот, непосредственно 24-я мехбригада, 59-я мехбригада стоит. Ну, сбройных сил Украины. Они, конечно, вот, ребята, с которыми, ну, мы все рядом, мы все вместе, у нас одни радиостанции, мы работаем сообща, понимаете. Поэтому, да, самые большие потери было от 11 разведчиков, попали в засаду, за один раз, как бы, 9 человек сразу легло и два еще в реанимации, как бы, да. Это самый атака в районе Счастья, в районе Станицы Луганской. Ну, там зачастую один-два человека погибших, раненых и так далее. Ну, все мы видим сводки, все мы видим новости и так далее. Люди гибнут. Гибнут люди, да, как бы, не без этого. Не дай Бог, чтобы что-то подобное происходило здесь и мы сделаем, я вас уверяю, все от нас зависящее, чтобы ни на сантиметр дальше это не продвинулось. Поэтому можете быть уверены и еще раз спасибо вам, что вы помогаете, что вы не забываете о нас. А мы, в свою очередь, будем делать все от нас зависящее, чтобы вы жили спокойно, учились спокойно и, скажем так, становились настоящими гражданами Украины. Потому что Украина у нас одна, единая, и вы должны это понимать, осознавать, всем вокруг себя рассказывать, доводить. Тем самым, ну, давать понять, скажем так, нашим оппонентам, которые пытаются что-то там доказать свое, что у нас своя страна, и мы никому не дадим в обиду. Скажите, вот по поводу формы. Вы обеспечены формой? Всем необходимым, вот, как у вас с экипировкой? Ну, форму... У вас один комплект формы? Нет, ну, в данный момент у меня уже не один комплект формы, но, скажем так, то, что мне выдало государство, ту форму и ту обувь, я ее не ношу. Я ее носил вначале, потом мне мои друзья помогли, приобрели немецкую форму, потому что она самая... Ну, опять же, из опыта предыдущих компаний, как бы, ребята тоже советуют, что вот, бери только такую, как бы, ну, есть свои. Ну, государство выдало один комплект, правильно? А вы уже за свой счет и все это? Ну, форма не лучшего качества, скажем так, обувь тоже невозможно носить, я сразу же там порастирал себе ноги, и мой друг, мой коллега, мой сотрудник, скажем так, он занимается этим страйкболом, у него было здесь, в Южном, я приехал, попросил, хотел купить у него, но он, как бы, все мне отдал безвозмездно, свою форму, обувь. И говорит, что главное, возвращаясь в жилет, они понимают. А бронежилет? Бронежилет, каску выдала Родина, ну, бронежилет нормальный, новый, четвертой степени защиты, каска тоже кевларовая, новые каски. Такое, да, ну, естественно, оружие тоже государство выдало. Потом уже благодаря девочкам, волонтерам из армии Хелп, они уже всех южницах, как бы, обеспечили еще одним комплектом формы, более хорошей украинской, но более хорошего качества. Поэтому, я же говорю, государство, ну, они выдали то, что положено по военным нормам, но этого мало. Во-первых, форма очень быстро приходит в негодность, во-вторых, она, ну, пошита из такого материала, который, ну, просто приведу пример, первоподжигаешь, он капает, как клеенка, понимаете, не дай бог, какое-то возгорание или еще что-то, это обжигает тело, да. Допустим, немецкая форма сделана так, чтобы она даже при возгорании, она не обжигает тело, понимаете. Ну, люди подошли к этому делу с умом. Как часто вам привозят волонтеры помощь, и что она значит для вас там, насколько это важно? Волонтеры, это, ну, мое мнение, что волонтеры, они точно так же воюют, как и солдаты на передовой, но они воюют здесь, воюют, ну, в кавычках, конечно, сказано. Это люди, которым низкий поклон, огромная благодарность, и именно на волонтерах, это мое мнение, держится наша армия, потому что наша страна, наше Министерство обороны должно, я не знаю, ну, быть благодарным, это не сказать ничего, понимаете, этим людям, которые действительно, но я не сказал бы, что полностью, но в большей степени обеспечивают армию и помогают солдатам. Для них, в частности, для солдат, это тоже очень значимо в моральном, в эмоциональном плане. Почему? Потому что, зная, что, допустим, там у тебя на родине или где-то в тылу находятся люди, и которым ты неравнодушен, и которые думают о тебе, и звонят, спрашивают, что тебе надо, что там, чем тебе помочь и так далее, это очень приятно и очень, я же говорю, поднимает боевой дух. У нас в городе, вот, хотелось бы сказать спасибо девочкам из армии «Хелп», это единственная организация, которая интересуется нами, которая нам помогает реально. И Александр Васильевич Горин, он приезжал к нам непосредственно со своей женой Леной, приезжали к нам, привозили, ну, на праздники они там на Пасху присылают там продукты, собирают, я знаю, они здесь проводят ярмарки и так далее, и тому подобное, собирают помощь, передают нам. Они там приезжали сами, привозили, я же говорю, показывали им наш быт, наши условия, они были приятно удивлены, поэтому, я же говорю, осознавая то, что такие люди есть, и то, что они делают, огромная им благодарность от нас, от всех, и без них было бы, ну, не то, что сложно, я думаю, что без них было бы невозможно просто это все, честно, так откровенно. У нас в подразделении есть человек, волонтер, местный, который, скажем так, знает все вот эти вот предприятия и так далее, он непосредственно у нас в части постоянно, и каждый день, целый день все, что он делает, это он ездит, добывая, скажем так, продукты, там, ну, все-все-все, скажем так, все, что он может вырвать, да, Родион его зовут, его так еще в шутку называем белый цыган, потому что он, ну, он сам белый, но цыган, потому что он вот такой вот, знаете, везде найдет, везде там что-то пробьет, привезет и так далее, то мясо, то еще что-то, то овощи какие-то, сейчас я уезжал, он договорился с каким-то молоком нам постоянно, да, привозят там. А государство это не обеспечивает? Государство дает то, что положено по нормам, там, 100 грамм мяса, ну, образно говоря, 200 грамм каши в день, там, компот и так далее. То, что положено по военным нормам, государство дает, но этого, ну, не то, чтобы мало, но, поймите правильно, на кашу с тушенкой далеко не уедешь, как бы, учитывая то, что тушенка у нас сейчас не лучшего качества, и сравнить ее, допустим, даже с советской, как говорится, тушенкой, ну, в таком состоянии не подходит. Поэтому, благодаря этим людям, мы более или менее, ну, мы нормально питаемся, получаем витамины, которые непосредственно, армия не выдает фрукты, овощи, там, какие-то, любому организму нужны витамины, потому что, приехав отсюда, там совсем другой климат, совсем другое все, что, ну, есть проблемы и по здоровью, знаете, там, как это. Поэтому волонтеры — это очень большая помощь, очень большая поддержка, как в материальном, так и в моральном смысле. Не общаюсь с таким количеством людей, чтобы я мог сделать вывод за весь город. Но, скажем так, когда я уехал туда, в Луганскую область, скажем так, очень много друзей откликнулись, тоже помогали, там, отправляли посылки, ну, друзья, знакомые. Многие, на мой взгляд, многие южницы просто до конца не понимают, до конца не осознают, что на самом деле там происходит, и живут здесь, как бы, мирный город, работают. Там воспитывают детей. Многие просто, ну, до конца не понимают, что действительно на Востоке у нас идет война, понимаете. И каждый человек имеет право на свое мнение, это даже не обсуждается. Это из-за недостатка информации они не понимают? Да, это именно из-за недостатка информации. И, понимаете, информация — информация, но пока ты не увидишь своими глазами, ты до конца не поймешь действительно всю масштабность этой проблемы, всю, скажем так, масштабность вот этой вот войны, этого АТО.